МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Наташа, выходи. Я не пойду. Не хочу, пожалуйста. Так надо. Тебе самой в первую очередь. Убей меня, как ты убил мою мать. Что ты несешь? Твоя мама умерла от рака. Телефон. Не надо, пожалуйста. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пойдем до ближайшей деревни 15 километров топать. Я сказала, я никуда не пойду. Пойдем. Ночью волки выходят. Машина редко ездит. Я умру. Я умру в этом чертовом лесу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Утром по телевизору такого насмотрелось. Оказывается, в стране эпидемия свиного гриппа. Да, вирус действительно опасный. Аж один на один. Между прочим, в начале 20 века очень похожий на него вирус, гриппа, под названием испанка, убил более 50 миллионов человек по всему миру. Но тогда про грипп-то ничего не знали. Вакцины не было. О профилактике говорить нечем. 50 миллионов человек. Это же как несколько ядерных бомб. Слушай, а если мы вдруг все заболеем? Валю, что же делать-то? Прививаться. Нужно обязательно прививаться. Кстати, на этой неделе нужно провести вакцинацию всех сотрудников. Так что, возможно, грипп обойдет нас стороной. Привет. Что, обсуждаете тему свиного гриппа? Ванечка, ты хорошо себя чувствуешь? Нормально. Я поспал немножко. Но служба зовет. Ладно, пойду я. А если ты боишься заразиться, зайди ко мне, я дам тебе маску. Рекомендации мои будут такие. Почаще мой руки, проветривай помещение и ешь чеснок. Чеснок? Жанливость. Глаза красные. Неужели началось? Я не родной отец Наташи. Отчим. Но я ее люблю как дочь. Звонок поступил день назад. Почему вы обратились только сегодня? Да, я не хотел обращаться в милицию. Я думал заплатить деньги. Передумали? Решили сэкономить? Они запросили три миллиона. Я сумел собрать только половину. Понятно. Давайте послушаем запись. Я не сразу сообразил включить диктофон. Никаких ментов. Иначе она сдохнет. Что вы, как с вами связаться? Да ты что, совсем идиот? Телефон пакетителей куплен без регистрации владельца. Вань, нужно быть совсем идиотом, чтобы вымогать деньги с собственного телефона. Звонок о выкопе был сделан в зоне действия вот этой вышки. Эту территорию можно прочесать? Чем? Вычесать собрались. Войсками милиции. Площадь поиска около 400 квадратных километров. Если чашется, почешите в другом месте. Вань. Извините. А что это за шум? Что вы? Как с вами связаться? Я не знаю. Ладно. О чем вы говорили до того, как начали записывать разговор? Позвонили. Сказали, что Наташа у них. Потом ее, видимо, ударили. Я слышал, как она закричала. Потом сказали про 3 миллиона и что я должен отдать деньги в течение двух суток. Остальное вы слышали. А как они с вами связывались? С эсэмэсками. Девка будет жить, если ты не пойдешь к ментам. Все деньги положишь в сумку. Остался один день. Первая эсэмэска послана в зоне действия вот этой вышки. Вторая из этой. Они приближаются к Москве. Мы можем их запринговать? Это вряд ли. Походу, после каждой эсэмэски они отключали телефон. А как ваша падчерица оказалась одна так далеко от Москвы? Ну, почему одна? С инструктором. Каким еще инструктором? Она проходила лечение от депрессии. Так, давайте с самого начала и подробнее. В 15 лет у Наташи умер отец. Года через два я женился на ее матери. А через год ее мама умерла от рака. У вас в паспорте стоит печать о браке с Воскобойниковой Ириной. Ну, да. Я женился на Ире. Но ведь прошло уже полгода после смерти. Наташа нашу свадьбу восприняла как предательство. Ну, знаете, в молодости все такие максималисты. И после этого у нее началась депрессия. Да? Ну, я не думаю, что только из-за этого. Она просто очень мать любила. Могла целыми днями не выходить из комнаты, ни с кем не разговаривать, ни на что не реагировать. А вы с ней сами-то пытались как-то поговорить? Тысячу раз. Муж ее даже по врачам возил. Такие деньги тратил на лечение. А сами вы как-то отношения пытались наладить? Ну, естественно. Я слышала, что от депрессии помогают физические нагрузки. Вытащила ее в фитнес-клуб, в котором сама занимаюсь. Так она даже из раздевалки не вышла. Иван, скачай, пожалуйста, фотографии Наташи с мобильного Андрея Сергеевича. Здрасте. Вот это ее последняя фотография. Она сейчас так и выглядит. Похудела немного. Вы начали говорить о лечении. Я узнал от знакомых, что есть такой доктор Спиридонов, который специализируется на лечении фобии и депрессии. Главное в моем методе это поставить пациента в такие условия, чтобы он начал отчаянно бороться за свое существование. И только перейдя к критическому точку, за грани которой смерть, да-да-да, смерть, он избавляется от психологических проблем и барьер уже, собственно говоря. Ну, а практически? Практически как это все происходит? Практически. Это пациент? Да. А как зовут? Наталья. Наталья. Так вот, мы высаживаем Наталью с нашим инструктором в районе, ну, скажем, Ура. Простите. Отбираем у нее все. Деньги, ключи, телефон, все, что связывает ее с окружающим миром. Пациент вместе с инструктором должен самостоятельно добраться домой. Без денег? Без билетов? Ну, они должны сами добывать себе пищу и находить место ночлега. Нет, ну, это не лечение. Это варварство какое-то. Так издеваться над неокрепшей психикой несчастной девочке. А мужу вы об этом говорили? Муж. Муж уперся, как баран. Ну, вот видите, что из этого вышло? Вот здесь, где галочка, распишитесь. Вы знаете, все не так страшно. Ведь нашего пациента сопровождают опытные инструкторы. А это не только опытнейший психолог, это еще и, знаете ли, телохранитель. Кто был инструктором у Натальи? Калашникова Елена. Одна из лучших. Скажите, а вы как-то контролируете пациентов на маршруте? Ну, разумеется. Инструктор звонит каждый день и сообщает о всем, что произошло. А пациенты об этом знают? Ну, разумеется, нет. Он должен думать, что все происходит само собой. Ну, все, приехали. Мне налево, вам направо. Ну, все, спасибо, до свидания. Э, а ты куда? А кто платить будет? У меня нет денег. Э, отрабатывай! Как? Как? Вот так, снимай вот эту. Снимай. Не надо, не надо, пожалуйста, не надо! Не надо! Выходи из машины быстро. Надо, надо в милицию. Какая милиция? Ты хочешь, чтобы тебя за убийство закрепли? Пошла вон быстро. А? Алло, доктор, все нормально. Они вышли петь в Каракурске. Сопротивление так себе, вялое. На троечку. О, это твои девчонки рисовали? Да, Кнопа. Знаешь, как называется? Мама на работе? У нее точно талант. Очень похоже. Я надеюсь. А ты чего, за маской зашла? Да. Так, держи. И еще возьму парочку. Слушай, мне кажется, в ней как-то неудобно. Да и некрасиво. Алла, зато безопасно. Подумай о своем здоровье. Хотя, впрочем, как знаешь. Ладно, извини, мне нужно бежать. Ага. Вы надеялись, что Давыдов выплатит выкуп? Никто ни о чем не узнает и репутация клиники не пострадает? Наташа с инструктором шли многократно пройденным и проверенным маршрутом, и никаких неприятностей и неожиданностей не могло возникнуть в принципе. Валя, скажи мне, как доктор, вот такие эксперименты над психикой, это нормально? Николай Петрович, мои пациенты душевными проблемами не страдают. А по существу? А по существу? Ну, иногда действительно вышибают клин клином. Ведь в окопах, под обстрелом. Никто не страдает от депрессии. Ну, для девочки из хорошей семьи такое путешествие, как война. Вот только неизвестно, как отразится оно на ее похищении. Кстати, о похищении. У доктора Спиридонова похищали каждого третьего пациента. Нам стало известно, что три недели назад вы подали на развод. А вот это мое личное дело. И я непроверен. Кому принадлежит клиника доктора Спиридонова? Ну, формально. Уже нет. Но вы же понимаете, что без меня это просто стены. И я вообще не понимаю, с какой стати. А после развода клиника прекратит свое существование и за репутацию беспокоиться не придется. К тому же развод дело затратное. Пациентов Спиридонова похищали в терапевтических целях. Ты себя хорошо чувствуешь? Лучше не бывает. Если путешествие с инструктором не приносило должного результата, то пациента вместе с инструктором похищали. Кто похищал? Специально нанятые актеры. Два главореза с муляжами оружия. Они устраивали целый спектакль. Они начинали мучить, пытать инструктора. И все шло к тому, что следующей жертвой должен был стать пациент. И его тоже будут мучить? Угу. На него незаметно вешали радиомаячок. И создавали все условия для побега. Он, естественно, бежал, выходил к людям, приходил в милицию, а там его встречал добрый доктор... Айболит. Спиридонов. Знаете, общее психическое состояние Наталью, конечно, заметно улучшилось, но устойчивых результатов нам получить не удалось. Именно поэтому и было принято решение о реализации сценария с похищения. А родственники что-нибудь знали об этом методе? Ну что вы? Ну, разумеется, нет. Ну, они тут же проболтаются и весь эффект на сморку. Где должны были похитить Наталью? Знаете, это всегда одно и то же место. Развилка у станции задорожная, но наши сотрудники прождали там впустую полдня. Наташу похитили раньше, и мы к этому не имеем никакого отношения. Я проверил звонки инструкторшей Елены Калашниковой. Она каждый день звонила Спиридонову. Вот, видишь, они приближаются к Москве. Это последний звонок? Ага. Только это не главное. Я пробил все звонки с мобильной инструкторшей и сравнил их со списком пациентов доктора Спиридонова. Судя по твоей хитрой физиономии, ты что-то накопал. Угу. У Калашниковой была связь с одним из пациентов. Это я. Ваша работа пришла. Компьютеры из офиса Спиридонова. Так что давайте. Вы тут накопайте все, что касается инструкторши. Галь, а почему у нас с поля зрения выпал отчим? А что, у нас есть основания его подозревать? Сколько угодно. Ребята из налоговой справочку подготовили. Фирма Давыдова дышит на ладан. Ну, это не повод убивать патчерицу. Еще какой повод? Перед смертью мать положила на счет Натальи круглую сумму. Но воспользоваться этими деньгами она может только после 18 лет. У Давыдова требуют выкуп. Денег таких у него нет. Он обращается в милицию. В любом случае, он практически вне подозрений. Вот именно. Не будет же он требовать выкупа самого себя. Черт. Ну, тогда получается, что живая Наталья ему не нужна. Есть вероятность, что ее убьют вне зависимости заплатит он выкуп или нет. Есть вероятность, что она уже убита. Похитители присылают требования с эмэсками. Галя, у меня кто-то украл все одноразовые маски. Я не могу без них работать. Я вообще не могу работать в таких условиях. Что за ерунда? Кому они понадобились? Пришла эсэмэска. Жди с деньгами. На улице маршала Сомова, дом 9. Никакой милиции. Мы не можем передавать никаких денег, пока не знаем, жива Наталья или нет. Ну, им невозможно позвонить. Они отключают телефон. Эсэмэску отправите. Они телефон включат. Эсэмэску получат. Пишите. Так. Никаких денег, пока не будет подтверждения, что Наталья жива. У нас есть как минимум два человека, которым может быть выгодно похищение. Это доктор и отчим. Есть еще инструктор Елена Калашникова. Я покопался в ее домашнем компьютере. Неделю перед поиском она привела на сайтах в поисках работы. Ну, может, простое любопытство. Она везде оставила сообщение. Опытный психолог ищет работу. А что, Спиридонов мало платил? Не знаю. Мне удалось установить в компьютере доктора старый приказ об увольнении Елены Калашниковой из-за неэтичного поведения. А это что? Что это? Елена встречалась с одним из наших пациентов. А это категорически запрещено нашими правилами. Поэтому я ее собирался уволить. А вместо этого отправили ее в путешествие с новой клиенткой? Они просто подходили друг к другу по возрасту и по полу. Знаете, как сложно найти замену хорошему инструктору. Судя по времени, вы стерли приказ об увольнении с вашего компьютера сразу же, как узнали о похищении. Знаете, вопреки вашей убежденности, у меня репутация в клинике важна. А тут, сами понимаете, сотрудник клиники спит с пациентом. А Калашникова ну, я думаю, знала. Могла она, так сказать, громко хлопнуть дверью и вас подставить и денег заработать. Говорите, говорите! Да, слушаю. Скажи мне что-нибудь. Это Наташа. Спаси меня. Наташа! Наташа, я все сделаю! Все, что нужно! Наташа, я... Один микрофон будет закреплен на вашем теле, другой мы поместим в пачку денег. Будьте добры, поговорите, пожалуйста. Что я должен сказать? Отлично, я вас слушаю. Не волнуйтесь, мы будем контролировать ситуацию. Если что случится, сразу придем на помощь. Вот сюда я вставляю микрофон, а вот это наушники. Ваша задача вести себя максимально естественно. И, пожалуйста, никакого героизма. Вам нужно только передать деньги. Вот Давыдов к нам пришел. Кучу денег он нашел. Хоть болтать. И пройди немного вперед, а то тебе машина обзор перекроет. У меня есть эмэска. Что там? Бросай деньги в машину, я слежу за тобой. Давыдову подъехала машина. Прием. Всем внимание. Луца не вижу, стекла тонированные. Давыдов положил сумку в машину. Андрей Николаевич, звоните похитителю. Алло. Алло. Машина остановилась. Сколько она проехала? Ну, квартала три. В машине похитителей какой-то шум. Всем приготовиться. В машине слышен женский стон. Внимание. Группа захвата. Всем вперед. Ваше 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 ваше. Все хорошо прошло? Отлично. Возвращайтесь. Ну, слава богу, все в порядке. Так, а это что? Нам с Тихоновым такую же подложили. Я, кажется, догадываюсь, кто это. Алло, Алла, зайди, пожалуйста, ко мне. Немедленно. Так, ну я, пожалуй, Галина Павловна пойду. Не могу смотреть на избиение младенцев. Номера машины не соответствуют номеру двигателя и ВИН. Значит, угнали. Угу. Другие номера прикрутили и уехали. Слушайте, а вы долго возиться собираетесь? Вообще-то, товарищи, когда мы здесь не возимся, а работаем, отпечатки, волоски всякие, и ни одна улика от нас не уйдет. Не то что ваши похитители. Подожди, это что? Такой тонкий намек на то, что мы их, типа, упустили? Ну, типа того. Слушай, отнеси, пожалуйста, улики в лабораторию. И не мешайте нам заниматься любимым делом. А любимое дело для вас это вот эти вот волоски, отпечатки? Ну да. А вы еще знаешь что? С подголовников перхать соберите. И соберем. Да как тебе вообще такое в голову пришло? Ну, я хотела, чтобы никто не заразился. А что плохого? И полезно, и модненько. А, ну здесь работа, а не балаган. Галина Николаевна, вот твоя пропажа. А ты иди. Считай, что выговор получила. Позже еще побеседуем. Извините. Слушай, я своим девчонкам возьму. Мы с Леной, это мой инструктор, мы ловили тачку на дороге. Одна остановилась, оттуда выскочили двое мужиков в масках и запихнули нас в машину. А где сейчас Лена? Что с ней стало? Я не знаю. Нас привезли в какой-то сарай, а потом ее куда-то увели. И я больше ее не видела. Галина Николаевна, в машине угонщиков множество отпечатков пальцев, но идентифицировать удалось только один. И кто этот человек? Это Василий Терехин. Две судимости. Вооруженный грабеж и хулиганство. Пойдем, расскажешь подробнее. Достойный гражданин. Его уже задержали? Понимаете, Галина Николаевна, он пропал. Жена говорит, что несколько дней назад уехал на рыбалку. Телефон? И телефон отключил, как только из дома машина. Вы можете писать местность, где стоит сарай, в который вас привезли? Нет. У меня были завязаны глаза. Может, вспомните маршрут, по которому вас везли на передачу денег? Меня с самого утра запихнули в багажник и не выпускали. Я думала, что я там задохнусь. Вань, можно потише шуметь, а? Я сравниваю разные звуки с шумом на записи. Что такое нервный? Не получается чего? Да, на скотче, которому связывали Наталью, все отпечатки стерты. А у тебя такое настроение, будто ты что-то нашел. Не будто бы, а послушай. И что? Это звук двух разъезжающихся поездов. Двух поездов. Поэтому я не сразу смог его идентифицировать. Так, у нас есть зона действия вышки сутовой связи, откуда был сделан первый звонок о выкупе. Есть образцы почвы с коврика, из колес автомобиля угонщиков. И еще мы знаем, что рядом с местом преступления есть железная дорога. Да. Этого достаточно, чтобы найти место, куда Наталью вместе с инструкторшей привезли после похищения. Точно. Всем стоять! Не двигаться! Алло, Гань, у нас три трупа. Будьте добры, дайте, пожалуйста, ваш телефон. Да ради бога. Это вы снимали? Телефон мой, значит, я. Тогда объясните, пожалуйста, как эта фотография оказалась в кармане одного из похитителей? Я не знаю. Я ее... Несколько недель назад. Вы что, меня подозреваете? Я же все делал, как вы сказали. Я деньги отдал, как вы говорили. В ранене неопознанного мужчины обнаружены осколки стекла. Бутылочные, что ли? Предположительно, бутылочного. На одежде инструктора Ирина Калашникова обнаружил следы пороховых газов. Смерть Калашниковой наступила в результате огнестрельного ранения. Пуля перебила позвоночник. Пистолеты, обнаруженные на месте преступления, на территории Российской Федерации не зарегистрированы. Здесь находилась инструктор Елена Калашникова. Вот здесь был обнаружен первый похититель. Имя его нам пока неизвестно. А вот здесь находился второй похититель. По отпечаткам пальцев установлено, что вот этот второй это пропавший три дня назад Василий Терехин. Первый похититель скончался в результате черепно-мозговой травмы. Его ударили бутылкой по голове. У второго колота резаная рана, нанесенная, собственно, розочкой этой бутылки. На этой розочке кровь этого Терехина и отпечатки пальцев инструктора Калашникова. Когда мы зашли в помещение, в руках инструктора Калашникова был пистолет. Второй пистолет был у второго похитителя. А на руках и на лице у Калашниковой я обнаружила следы скотча. Получается такая картина. Калашникова освободилась от скотча. Когда в помещение входит первый похититель, она бьет его бутылкой по голове. На шум появляется второй похититель. Она бьет его розочкой в живот. Второй похититель стреляет в инструктора. Однако та успевает поднять пистолет и выстрелить нападавшую. Пуля, которая убила Калашникова, перебила ей позвоночник. Смерть от этого наступает мгновенно. Стрелять после этого она не могла. На одежде Калашниковой присутствуют следы пороховых газов. То есть, получается, в нее стреляли в упор. А на одежде второго похитителя пороховых газов нет. То есть, получается, в него стреляли с расстояния 3-4 метра. Значит, был кто-то четвертый. Этот четвертый убил второго похитителя и вложил пистолет в руку инструкторши. Наташа, а сколько все-таки было похитителей? Ну, я видела двоих, но они были в масках. В домике, куда вас привезли сразу после похищения, мы обнаружили трупы двух злодеев. Кто же вас вез в Москву к месту выкупа? Ну, мне надели на глаза повязку и сразу увели оттуда. Я ничего не видела, я не знаю. Галина Николаевна, опознали личность второго похитителя. Жена Терехина опознала второй труп. Это двоюродный брат Терехина, некий Егор Колчин, охранник в фитнес-центре. Из-за того года смерти Колчин сделал два звонка на один и тот же номер. Собеседник Егора находился в зоне действия этой и этой выше к сотовой связи. А что в этих зонах? Вот здесь фитнес-центр, в котором работал Колчин, а здесь квартира похищенной девушки. Да. Телефон собеседника Колчина куплен без регистрации. Колчина есть сообщник. Этот сообщник близок к семье Натальи. Галь, на скотче, которым были связаны руки и ноги Натальи, обнаружена слюна. Анализ ДНК показал, что эта слюна принадлежит самой Натальи. Подожди, но во время освобождения у нее был заклеен рот. Каль, она утверждает, что весь день провела в багажнике. Ничего не видела, ничего не слышала. Ну да, утром похитители ее засунули в багажник, вечером достали. Кальчика, человека весь день продержали в багажнике и не выпускали даже в туалет. Ты можешь себе представить, что там должно было быть? Галина Николаевна, на верхней одежде Натальи обнаружены следы пороховых газов. Поняла, спасибо. До связи. Валя, ты что делаешь? Я хочу попробовать связать себя сама. Слушай, Галь, я даю тебе голову на течение, что руки у нее были связаны спереди. Ну и последний штрих. Ну да, остается только надвинуть повязку на глаза и можно ложиться в багажник. М-м-м! О-о-о! Ладно. Сложим в багажник до завтра. Слушай, если Наталья сама себя похитила, а деньги в машине найдены не были, то получается, что она могла их выбросить где-нибудь около дороги. Может быть, в каком-нибудь мусорном баке и льнями. Вот эту сумку мы нашли в заброшенном колодце под небольшой горкой мусора. А я тут при чем? На ней отпечатки пальцев вашего отчима и вашего. Вы сами требовали за себя выкув. И к тому же это вы убили Василия Терехина. Я защищалась. Заткнись, тварь! Три миллиона рублей! Сроку три дня! Ты понял, козел? Отпиши! Сейчас! Ну, скажи что-нибудь. Спаси меня. Он забыл заклеить мне рот скотчем и я зубами развязала Лену. Она развязала меня. Она сказала, что похищение входит в программу, что его организует доктор. Но это настоящее похищение и не те похитители. Товарищ полковник, посмотрите, что я нашел в мусорном ведре у Егора Колчина. Это охранник из фитнес-центра, который украл Наталью. Я помню, кто такой Колчин. Слушай, это же описание маршрута, по которому двигались Елена и Наталья. Это развилка у станции Задорожная. Точка, где Наталью ждали. Актер Исперидонова. Очень знакомый почерк. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЗАСТАВКА 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 И тогда вы решили ему отомстить? Я хотела разорить его. Трех миллионов мне бы хватило, чтобы дожить до 18 лет. А потом я могла бы воспользоваться мамиными деньгами. Ирина, посмотрите. Вот это протокол допроса, подписанный вашей рукой. А это записка, найденная в доме похитителя Колчина. Характерный наклон левши. Это один и тот же почерк. Через свой карманный компьютер вы вышли на форум пациентов доктора Спиридонова. Они-то вам и рассказали о маршруте движения и о похищении. А еще мы проверили ваш мобильный телефон. На нем множество сообщений от какого-то Федора. Он сообщил нам, что шантажировал фотографиями вашей с ним близости. Вот за это он попросил один миллион рублей. Тогда-то вы решили выкрасть пачерицу, развести мужа аж на три миллиона рублей. То есть по миллиону на брата. А в качестве сообщника выбрали охранника фитнес-центра. Егора Колчина. Прости меня, пожалуйста. Это из-за меня все так получилось. Что ты? Ты ни в чем не виновата. Давай дома об этом поговорим. Вы разрешите мне отвезти дочь домой? Только из Москвы пока не уезжайте. Нам нужно уладить формальности. Спасибо. Товарищ полковник, а мне тут доктор Спиридонова-то действует. А депрессия-то и следа не осталось. У нас хороший доктор, да? Хороший. Не забудь проследить, чтобы его лицензии решили. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok